здравствуйте здравствуйте еще раз дорогие друзья 9 30 утра город чикаго 18 30 время московское ну что мы продолжаем наши программы программа спонтанная но сейчас идут все больше и больше какие-то новости приходят люди приходят с которыми общаться естественно мы общаемся приходят комментарии на них надо отвечать поэтому вот такая незапланированная программа сегодня в пятницу с одной стороны это конец рабочей недели и это последнее число месяца января поэтому мы будем так говорить подводим итоги до этого месяца ну и начинаем следующее все движение все в развитии будем так говорить ну давайте начнем наверное со злободневного как говорится время у нас есть у нас сегодня будет в эфире гость я потом чуть больше расскажу об этом когда придет время так давайте я покажу экранчик злободневная да то что у нас сегодня ну вот это китайская сайт я ее уже показывал ну вот она видите как она идет по нарастающим все больше 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 31 число сегодня это на 30 число видите то есть рост идет рост идет и заболевания рост идет к сожалению для смертей ну и я сейчас в этой связи хочу показать я к сожалению не могу крутить и показывать но значит у меня есть одна ссылочка поскольку я слежу так это человек на ютюбе 5 миллионов 5,5 миллионов просмотров инсайт провинции муха кор дневная жизнь в чайна в китае в карантинной зоне связанные с эти с этой эпидемии так марина у меня к вам просьба давайте не будем об этом во первых если уже говорить о том что соедините без душное или вы это специально да это вместе пишется а если говорить про душу тогда надо с большим значит смотрите давайте о чем тут идет речь я не могу крутить это не мое видео поэтому могут ютюб могут забанить нас вот значит он преподаватель это человек это преподаватель я быстренько прокручу не видео формате а просто видите он надевает маску наверху надевает трое маску и говорит толку никакого все равно здесь нету но 2 она лучше чем 1 он одевает очки и идет на улицу уходит на улицу вот это городские улицы то есть принципе все закрыто очень много людей видите все довольно пусто входы въезды входы и выходы и все закрыто здесь официально то есть здесь кипит жизнь сами понимаете в китае очень большое население и сами понимаете здесь просто все забито то есть постоянное движение здесь одиночные какие-то люди которые перейти пустая напрочь улица ну и то что тут кто-то где-то покупает но все очень и очень осторожно очереди в аптеке и очереди в магазине где продаются вот эти маски и средства какие-то там видите все очень пусто здесь просто не протолкнуться сплошная поток автомобилей и велосипедов обычно здесь проходят и люди гуляют но этого здесь нет сегодня сегодня нету так ну я попытался сделать собственно была уже такая программа была программа я попытался сделать скажем так вопрос был ну о чем идет речь собственно много всяких версий я одну версию изложил про змей до этого я просто по дороге в офис такую программу в живом так в контакте это сделал и получил и получил один из комментариев более чепухи типа такого да я еще не слыхала своей жизни вот ну как можно есть разные варианты и тема нашей программы называется заражение энергоинформационное пространство вот как на это можно реагировать ну можно оставить без внимания можно попытаться объяснить можно сказать о том что ну подобное притягивает подобное чепуха да ну там по другому было сказано вот ну я подумал если я так буду делать так я так скажем человека буду возбуждать скажем его еще больше поэтому я это оставил без внимания но как человек думает так оно думает но дело то не в этом на самом деле и мы сейчас поговорим о интересных таких моментах о которых мы вот будем беседовать с нашим гостем это будет небольшое включение где-то через полчаса я ему позвоню и я уже в предыдущей программе говорил о том что сегодня все с моей точки зрения повторяю вот все вот какие-то новостные ленты и вообще все оно не просто вот как оно происходит как плохо как хорошо нет это всего лишь информация которая именно так надо относиться безотносительно без привязана не привязана вообще никак или что это информация которая нам было бы полезно просто знать не более того как не относиться вот это наш самый главный вопрос как не относиться вот допустим был вопрос с котами да вот я за них так переживаю я уже рассказывал как-то мне знакомая которая на работу не ходила неделю больничной взяла это кошмар какой-то почему не умерла кошечка вот ну как в этом шури когда у шурика там птичку жалко когда там выпьем же за птичку которая птичку жалко а нас не учат к сожалению быть то что называется ну ну сказать сердобольными да нас мы жалостливые все это не есть хорошо так вот есть такое понятие сердобольность на обедах по другому называется на соскреское слово имеет другое но дело не в этом вот энергоинформационное пространство сегодня окружает нас все наша роль во всем этом деле состоит в очень интересных то есть мы играем главную роль во всем как оно происходит вообще так говоря вот то поле которое всех нас окружает но я просто объясняю так как чтобы это было более менее находчиво но наверное все знают особенно вот те люди которые присутствуют у нас на нашем канале дорогие друзья это вы что такое чакры так вот у нас есть скажем в этом плане есть три чакры мы вот сегодня поговорим о трех без деталей у нас есть муладхара чакра у нас есть анахата чакра и у нас есть сахасрара чакра три значит мы как бы все знаем и мы хотим быть очень и очень умными разумными ноосферными и так далее и так далее это замечательно только к сожалению не все мы обладаем качествами туда так сказать туда уйти почему потому что мы еще не совсем твердо стоим на земле поэтому с помощью определенных практик с помощью определенных приборов будем так говорить можно увидеть кто мы есть и как мы мы взаимодействуем с этим нашим окружающим окружающим нас энерго информационным пространством каждый день каждую минуту каждую секунду мы наверх отправляем информацию это наши мысли бесследно она никуда не пропадает бесследно она никуда не пропадает и она уходит из нас через будем так говорить коронную чакру которая называется сахасрара если мы но мы должны получать энергию то есть мы энергию получаем и отдаем вселенский принцип гласит и единственный вариант чтобы что-то получить надо отдать на земле это мы сегодня применяем очень просто на земле в нашем мире таком материальном ну это скажем так в соединенных штатах это работает абсолютно четко и очень хорошо работает инвестирование потом получение прав вот не наоборот никакой мере нам не надо ждать и тем более просить о том что дайте нам вам дадут пока тогда когда вы будете отдавать и просить не надо и не надо к этому быть привязанным вы получите и мы получим во последнее время никогда ну для этого нам надо наше делать работу наша работа так вот энергию мы получаем отдавая её мы должны отдавать какой самый высший тип энергии которую мы отдаём мы высший вид энергии и об этом был послан именно для этого был послал к нам на землю аватар сын бога который звали иисус христос вот в этом плане задействована наша чакра которая находится в области сердца но не физического сердца это все эфирный уровень муладхара находится как мы знаем между анусом промежностью так говорят она там не находится боже боже и близко она находится совсем другом месте но в районе этого это эфирная которая проецируется . которая проецируется чтобы нам было понятно мы же материальные существа поэтому какое-то место должно быть чтобы нам было понятно где она находится но на там не находится в области сердца находится совсем другая вещь будем называть парамотно эта сверх душа это то истинное я но тоже она не находится в области она находится примерно то есть ли находится на данном случае анонсалда находится посередине dernier хоть чуть ли не находятся посередине даже чуть правее если Если уже как это конкретно говорить о нашем физическом теле. Так вот. Получаем мы энергию оттуда сверху и от земли. Белины наши, кто помнит сказки, богатыри. Белины, русские богатыри. Они просили матушку землю дать силу на борьбу с иноземцами. Сегодня мы просим помощь не у земли. А мы просим помощи у правителей у нас. Понимаете как? Это не так. Правители этого не знают, не умеют. И никогда они нам этого не обеспечат. Поскольку они сами должны просить помощи. Но к сожалению сегодня мы знаем о том, что это не так. Это не важно. Сейчас мы не будем об этом говорить. Но на всё существует какая-то гармония должна быть. Какая-то пропорция небесная. И она есть. Так вот. Мы принимаем энергию земли через мулатхару чакру. Вот эта первая чакра. Она называется коренная чакра. Мы должны учиться принимать эту энергию. Поэтому на аппаратах определённых. Вот София Бланк об этом говорит. Кирлиана фотографий. С помощью аппаратов кирлиановских. Ну сейчас уже изменилось. Сейчас уже более совершенные. С помощью аппарата, который находится на вооружении. Единственной в мире, я могу сказать. Нету таких аппаратов других. И той методики, с которой это делает Елена Смирнова. Преподаватель нашей школы. Она уже называется не школа познания. Называется университет развития личности. Преподаватель этого университета онлайн. И те люди, которые на неё занимаются. Они все проходят вот эту, скажем, съёмку ауры. И там абсолютно чётко видно. Как мы взаимодействуем с нашей Матушкой Землёй. Которая является одной из семи матерей. Об этом мы будем в других программах говорить. Об этом мы говорили. Но это не тема сегодняшнего нашего эфира. Далее. Сверху находится пространство. И мы эту энергию получаем оттуда. И выпускаем туда. Получаем мы через две чакры. Ещё есть Аджна. Это третий класс. Расстояние между бровями. Аджна. Ну, примерно в том месте. Но даём мы через верхнюю чакру. Коронную чакру. Люди, которые уходят. Вот это несколько отвлекаясь. Но люди, которые уходят, умирают. Имеется в виду, у них есть несколько путей выхода. Так называемые души. Из тела. Несколько путей. Самый, что ни на есть, самый благоприятный путь – это выход через семя. Но это редко происходит сегодня. Поскольку люди в отрыве находятся от своей тридиной сущности. Тело, дух, душа от души. То есть мы максимум оперируем. Максимум мы оперируем только на уровне эзотерическом, будем так говорить. На уровне парапсихологически. Тонкими энергиями. Тонкая энергия – это принадлежность нашего тела. Всего лишь. Материей. А вот там гораздо выше находится то, что мы называем душой. И соединением через душу мы соединяемся через… Не через чакру. Последнюю. А совсем по-другому мы соединяемся с миром под названием духовный мир. Поэтому, когда мы идем, скажем, в храмы земные, имеется в виду церкви, синагоги, храмы, мечети и так далее. Мы в идеале должны общаться и молиться надо. Понятно, мы молимся. Но у нас это все и стало только единственное. Вот мы молимся. Но мы не отдаем любовь. Молиться – это означает иными словами, но как бы своего рода. Сейчас, конечно, можно с этим не согласиться, но это по сути так. То есть единственное, для чего мы должны делать, мы должны отдавать любовь. Это мучил Иисус Христос. Через анахату. Так вот, взаимодействие нашей структуры, нашей материальной структуры, а мы часть, повторяю, общества, мы, естественно, должны находиться в полном взаимодействии с этим обществом. И вот каждую секунду мы отдаем наверх какие-то наши мысли, какие-то наши эмоции. Дай Бог, чтобы они были хорошими, но не бывает такого. То есть мы всегда чем-то озабочены, мы всегда чем-то недовольны, мы всегда на кого-то злимся. И отдавая вот эту эмоцию вверх, мы, логически рассуждая, должны ждать. А там же как бы, там же нету открытого, вот оно идет, идет, как в пустоту. Черная дыра. Ничего подобного. Там находится какая-то твердь, допустим, земная, да? Или небесная. Не важно, твердь. То есть оно же отскочит оттуда и вернется же к нам. И вот она возвращается к нам. Поэтому объяснение, скажем, вот этих змей, о том, что мы там кушаем змей, а это действительно так есть. Цивилизация, высшая цивилизация наград. Больше глупости, вот она сказала, да. Больше глупости я в своей жизни не слыхала. Ну, если ты не слыхала, так придется услыхать. То есть нету никогда ограничений. Будет большая глупость, потом будет совсем большая глупость. Ну, а обычные глупости приходят нам. Ну, пусть притягиваем подобное. Как говорил Жанецкий, да? Как избавиться от запаха? Отойди. И запах вместе с собой. Мы носители этого запаха. Нам кажется, что вот они вот там слушают, да. Нет, это мы их в этом носим. И поэтому к нам приходит что? Зеркало к нам приходит. Сегодня очень модно. Сегодня очень понятно и принято говорить о том, что к нам приходят вот эти вот зеркала. Значит, теперь смотрите. Есть люди на Земле, и их очень много. Это мы такие же. То есть это не какие-то отдельные, мы такие. Нет, мы все такие. Но мы не подсознательно вытягиваем энергию. Вот это место у нас, которое там, где находится Анахата, допустим, то, что мы называем, сердце, правильно? Оно у нас закрыто. То есть, как правило, к сожалению, это все довольно черство. Поэтому мы очень и очень относимся к нашим близким, к нашим далеким, к нашим врагам. Мы относимся не так, как нам следовало бы относиться. И это называется загрязнение энергоинформационного пространства. Или есть такое понятие энергетический вампиризм. Вообще-то, говоря, были и есть сегодня на Земле люди, которые зовут вампиры. Что они делают? Ну, мы знаем, что делают люди. Они высасывают, да, вот они питаются, они берут. Вот энергетические вампиры, они тоже берут. Что они делают? Они приходят куда-то, скажем, сюда в программу, в чат. И они начинают вампирить. То есть, есть люди, которые делают это сознательно, а не вампиры. Есть люди, которые делают бессознательно. Почему? Чем они отличаются? Сознательно тут даже нечего выбирать. Они являются такие, как они есть. Первое. Они не плохие. Они не плохие. Они просто такие, как они есть. Но они служат катализатором наших чувств, наших эмоций, нашей энергии. Так, как мы когда-то делали. Если считать, ещё раз, о том, что приходят нам зеркала, мы когда-то это делали. Всё зависит от того, как на это тело реагировать. Вот это и есть самое главное, от чего нам надо защищаться. И как нам надо делать. Повторюсь, в очередной раз. Я сижу рядом с аватаром, который пришёл на землю. С несколькими целями. Одна из целей была дать людям понимание, что такое неоттечмент. Что такое непривязанность. Надо к этому относиться нейтрально. Вот я сейчас скажу вещи, которые будут, ну, как бы совсем... На них можно реагировать по-разному. И, скорее всего, будет реакция недостаточно, скажем, корректная. Потому что мы всё привыкли, к сожалению, воспринимать чувствами. Ну, вот, к примеру, я рассказал в одном из комментариев. Сейчас я возьму, я сейчас возьму, почитаю. Значит, был комментарий, да? Женщина отвечает очень и очень хорошо. Мне очень нравится, как она говорит. Единственное, что, к сожалению, это слишком длинно. Я не могу озвучивать, поскольку это занимает много времени. Но, по сути дела, всё очень и очень верно. Ну, параллельно я, конечно, буду читать чат. Но давайте я всё-таки, так сказать, иначе я буду отвлекаться. И тогда у меня, как всегда, разбитвляться это всё будет. Так вот, комментатора зовут Галина. И речь шла о возлюбии ближнего, как самого себя. Она обиделась, судя по всему. И написала после этого, что я была не понятна. Нет, нет, Галина, я вас очень хорошо понимаю. Но просто вы тоже должны понять, я нахожусь не на вашей стороне. Я нахожусь не на своей стороне. Я совершенно нейтрален, поскольку я себя экспонсирую в разные, так скажем, варианты. И считаю, что я должен быть и Майклом, и зрителем, и экстрасенсом. Как бы я могу, да? Но мне хотелось бы сейчас именно с точки зрения нейтрального наблюдателя, безучастного, вот как учил Булькер. Вот я пытаюсь это. Так вот, что такое полюбить ближнего, ещё раз. Полюбить ближнего, как полюбить врага. Речь шла о том, что полюбить врага – это средство излечения. Значит, вот Галина у нас пишет. Должна ли я полюбить, да? Так, сейчас я найду. Нужно ли мне полюбить моих мучителей? Спрашивает она. И тоже отвечает сразу же. Не думаю. Должна ли я их обвинять в том, что мне по их милости некомфортно, если только я желаю, что моя жизненная энергия ушла в ненависть, зависть, обиду? Это именно то, о чём я говорил. Ситуация бы углубилась. Абсолютно верно. То есть можно углубляться в это и работать на уровне маятника, как это описывает Вадим Зоун. Если мы так будем делать, это будет ещё хуже. Но что такое полюбить врага своего? Полюбить врага своего, это означает, ну ведь враг наш, он же тоже живёт на земле. А если мы клеточка Вселенной, как говорили древние в Аде, часть ариев, значит мы тогда часть нашего общества, мы часть тех же наших близких, далёких врагов и так далее. Мы их часть. То есть полюбить себя самого в виде нашего врага. Иными словами, вопрос сейчас, мы не будем делить это на хороших и плохих врагов и других людей. Мы сейчас не будем их делить. Просто берём за основу что-то общее, что-то целое, и нас как частичек этого общего и целого. Правильно? В этом случае нету никаких противоречий здесь. Я рассуждаю с точки зрения психологии, да, и с точки зрения логики, только и всего. Если мы будем углубляться и входить в детали, тогда будут у нас, да, будут у нас враги. Но враги не наши враги. Враги – это наши, скажем, зеркала. Вопрос другой. Как мы должны на это реагировать сейчас? Вот как мы должны на это реагировать? Мы должны возмущаться, мы должны оскорбляться, мы должны мстить. Мы должны, как это говорят в других программах, в нашей специалисте в том числе, мы должны возвращать это бумерангом. Почему? Вопрос. Очень тонкий момент. Я тогда-то был, я организовал лекцию у нас в Чикаго. Это был Селемос, очень известным человеком, астрологом. И сидело много людей в зале. Тогда еще люди ходили в зал, тогда еще не онлайн было. А вот они приходили куда-то, в конкретное место. И вот человек с экрана говорит о том, что, ну, примерно та же самая схема. Кто такой наш враг? И он объясняет, кто такой наш враг, и надо к этому не реагировать. Но иными словами, нас ударили по правочке, я поставил левую щеку. Почему? Есть причина. Что самое удивительное, нас оскорбили, нам, а мы должны попросить у него прощения. Вот представьте себе, подошел человек, нас оскорбляет, и ты ему говоришь. И мы с ним разобрались потом, и как бы он чувствует о том, что он был неправ, а ты ему говоришь, ты мне извини. Он смотрит и говорит, как извини? Только что же мы разобрали о том, что я виноват, я действительно взял, погорячился и так далее. Мы просим прощения. Почему? Тонкий момент. Если принять за основу вот это зеркало этого человека, который пришел к нам, чтобы дать нам урок. Ведь мы тогда виноваты, верно? Еще раз. Тонкий момент. Я хотел бы, чтобы вы подумали. Сейчас можно не реагировать, надо просто переосмыслить. Значит, мы, ну если мы виноваты, мы должны просить прощения или нет? Да не важно, что мы не считаем себя виноватым. Не важно о том, что в данном случае, допустим, он ошибся, там, кто-то нас накричал, кто-то нас напал, там, что-то такое. Ну, допустим, бывают такие ситуации. Но причин же всегда есть. Это не случайность. Значит, это просто сигнал к нам. И тогда мы должны просить прощение. Вопрос другой. Надо ли всегда на это реагировать? И вот удивительная штука. И сейчас я сделаю, так сказать, вспомню фильм, который сейчас идет по телевидению, я не знаю, по российскому телевидению. Я не знаю, какой там канал. Речь идет об ученице Мессинга. И в одной из серий, одной из последних серий, она ослепла. И ей сказали, да, и она задает вопрос. То есть она входит в измененное состояние сознания. И она общается там, ну, в данном случае, там, там, человек. И говорит, а что произошло? Почему? Объясните мне. И ей отвечают. Мессинги ее отвечают. Первое. Ну, смотрите, здесь очень и очень серьезная вещь, которая будет... Ну, очень многим не принято. И непонятно. Поэтому и не принято. А там была ситуация, когда она, видя о том, что самолет разобьется, мы помним, было же такое, да, и Мессин предсказывал в свое время, там, Якову, кстати, этому он предсказывал, Якову Сталину, кстати, о том, что футбольная команда была ярым болельщиками. Погибла команда Пахтапора. Ну, там несколько по-другому. Я просто помню этот момент. На моей памяти еще было. И она должна была лететь там. Ну, это не совсем так, но неважно. Она должна была лететь и с ее командой, с ее помощниками. Она это увидела. Она отменила, послала своего помощника сдать билеты. И билеты были сданы. А на нее, конечно, все ополчились, потому что все ожидали, там, где-то там, семьи и так далее должны были прилететь. Она поменяла билеты. Вот. И она попыталась с руководителем команды Пахтапора то же самое. Вот. Ну, он на нее посмотрел, как на больную и сказал. Короче, они полетели, самолет разбился. И вот, что ей сказал Мессин, он ей сказал, ты можешь распоряжаться только своей жизнью. Кто из нас, допустим, видя о том, что человек другой страдает, там, допустим, тонет. Кто из нас не бросится ему помогать? Ну, наверное, многие бросятся помогать. Да? И вот сейчас наступает момент. Непонятный. Надо ли спасать утопающего? Опять, ну, это образно утопающего, да? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Надо ли его спасать? Ну, все скажут, конечно, надо, а как иначе? Мы всеми силами стараемся догнать человека и причинить ему добро. Очень интересная вещь. Причинить ему добро. Хочет ли он, чтобы ему что-то причиняли? Неважно. Ну, зло никто не хочет. Ну, а зачем ему причинять добро, если он не хочет, допустим? Нет. Мы считаем, мы знаем. Мы считаем, мы знаем лучше. И вот этот момент был отражен в этом фильме. И это справедливо. Сейчас я скажу, как надо было бы к этому относиться. А второй момент он говорит, но это еще не все. Ты пошла дальше. Ты решила заглянуть в будущее. И ты решила изменить будущее. А этого делать нельзя. Мы не можем. У нас нету таких полномочий. У простых. И вот теперь вопрос. Следующий вопрос. В этом направлении. А почему мы все хотим заглянуть в будущее? А надо ли нам заглядывать в будущее? А даже если мы можем заглянуть в будущее, почему мы меняем тогда, зная будущее о том, что у нас будет? Мы же можем как-то воздействовать. Но ведь мы же знаем о том, что этого делать нельзя. Может очень многие вещи измениться. И теперь рассказываю. Еще раз повторяю. Я не претендую на истину последней инстанции. Но я понимаю именно так. Я считаю, что если мне... Вот я так считаю. Меня так Елена Смирнова, когда в свое время, объяснила, почему это так. О том, что я беру информацию, откуда-то вот есть там место где-то. И поэтому я так функционирую сегодня. Это не я. Это не моя интерпретация. В данном случае это не моя интерпретация. Но чем закончилась вся эта история? Она ослепла. То есть нам не дано видеть то, что будущее. Поэтому сегодня у нас забирают возможность видеть то, что сегодня. Условно говоря, она ослепла. Ну, ослепла, да? Но мы же можем не замечать... А у нас слепота не физическая. Мы видим глазами. Но мы можем не замечать очевидные вещи, происходящие мимо нас. А если мы на них реагируем, мы реагируем совсем не так, как нам следовало бы реагировать. Почему пожилые люди не слышат сегодня? Очень часто. В утром они слышали, слышали. Потом они вдруг перестали слышать. И ходят с этими аппаратами в ушах. Почему? Потому что они не хотели слышать. Когда им говорили, я это знаю точно. Вот. Я точно знаю. Я в какой-то степени... Я тоже не хотел слышать. Вот не хотел я слышать, когда мне говорили. Я считал, что я самый крутой, я всё знаю. Вот. Сейчас я, конечно, так не думаю. Но ведь это же было. Я же должен получить за это что-то. Вот. Я знаю, как мои родители. Они, правда, уже очень пожилые. Но не эта причина. Старческая там глухота или слепота. Нет, не эта причина. А я знаю просто. Ну, это же мои всё-таки родители. Я знаю, как оно было. Понимаете? Вот. Это очень серьёзные. Это очень тонкие моменты. И на них надо обращать внимание. Теперь. Как к этому всему надо было относиться? Смотрите. Надо ли защищать, скажем, невиновного или вот там где-то... Ну, как бы надо, да? Правильно? Мы же знаем, что надо. Но мы лезем туда, куда нам не надо. Вот смотрите. Есть, происходят войны, да? Кто должен защищать? Вот на нас не нападают, а мы вот лезем туда, где идут. И люто ненавидим вот этих вот, которые там что-то происходят. Но там же есть специальные силы. Вот это я вёл. Ещё раз. Это не я говорю. Это я, так сказать, анализирую. Правильно? Поэтому, когда был вот этот вот телемост в зале, и когда человек говорил, все возмущались в зале сидящем. Как это так? А он объяснял. Ну, существует полномочия, которые даны. Суд должен судить. Суд. Почему судим мы? Вопрос. Мы что, обличены полномочиями? В Библии же написано, не судите, да не судим мы будем. Почему мы даём себе право говорить, ты глупый, вот, ты там, ну и так далее, и так далее. Да, почему мы даём право судить? Ну, говорите, нравится, не нравится. Зачем осуждать? Это опасно. Это опасно. Это своего рода вампиризм. Это загрязнение пространства, друзья. Это загрязнение, смотря на часы, наверное, время, да, пришло позвонить. Это загрязнение пространства информационной, это называется, информационно-энергетическое пространство. Давайте я почитаю всё, да, а то идёт очень далеко. Да, молитвах очень хорошо объясняется Фиа Планк, мне очень нравится ваше передание. Извините за вашу... Извиняю. Да. Всё равно спасённых самолётов умрут. У вас есть фильм «Место назначения». У нас есть фильм «Место назначения». Спасённые самолётов умрут. Геннадий, здесь есть правда. Здесь есть правда, но тут надо ли всё это дело... Тут надо всё анализировать. Не всё так вот однозначно, как многие говорят. Смотрите, у каждого человека есть цикл. Ещё раз, третий закон Ньютона. Сила действия равняется сила противодействия. Это проявление в нашем материальном мире третьего закона Ньютона. То есть мы совершили цепь причинно-следственная связь. Была причина, получилось следствие. Поэтому, друзья, я всегда... Я научился этому, знаете как? Я вам просто секрет расскажу. Я научился этому в Индии. Когда я приехал в Индию, со своим западным образом мыслей, и мне было понятно то, что меня обучали. Вот представьте себе, вот здесь идут обсуждения, здесь идут дискуссии. Мы все находимся на разных ступенях. Скажем, не то, что эволюция, а просто информация на разных ступенях. Мы где-то прочитали это, прочитали это, базироваться на каких-то... В основном мы базируемся на каких-то там каналах, допустим, на каких-то людях. Какие бы ни не были, это всё равно их путь. Это же не наш путь. Вот я пошёл своим путём. Я убрал у себя, я уже говорил об этом, убрал у себя способность к анализу, способность к мышлению. Я пришёл туда ребёнком, которому 5 лет, который ничего не знает. Он спрашивает у родителей, и родители говорят, у ребёнка будет хоть один момент спора. Вот ему скажет папа с мамой, и всё, он принимает. Дальше следующие вопросы, но опять отвечают. Он что, будет спорить? Нет у него информации, что он спорит. Чего же мы спорим? Мы что, считаем, что мы всё знаем? Короче говоря, в Индии, я когда пообщался с восточными астрологами, я уже говорил об этом, у них есть такая интересная методика ответа на вопросы. Называется это прашно. Когда человек задаёт вопрос. Он задаёт вопрос, и по характеру вопроса, ну, они что-то шамали, там, типа, ракушек есть такое. Ну, кто был, кто читал, тот знает. И тогда они берут и, значит, раскидывают вот эти вот, как говорится, ракушки и отвечают на вопрос. Вот я этому научился там. И меня интересует не как решить проблему. Решать проблему понятно на как, допустим. А меня интересует вопрос, почему она возникла? А что было до того? Почему она только сегодня появилась? Почему у человека проснулся интерес вот прямо сейчас? Это цикл его жизни. Я чуть позже покажу. Ну, точнее, я могу даже сейчас показать. Попробовать, да? Давайте я вам покажу. Человека, с которым я совсем недавно общался. Гений математики, если его зовут. Значит, вот давайте я вам покажу. Здесь, вот здесь, да? Алгоритм катастроф. А, вы не видите, простите. Вот. Катастрофа на Земле стали происходить так часто, что людям стало жизненно необходимо научиться делать прогнозы. Как помогают в этом точные цифры и математический расчет? Мы спросим. Все, больше не могу крутить это видео, опять же, на YouTube не могу. Этого человека зовут философер Сиддик Афган. Ну, это его, так сказать, ник, его псевдоним. Вот он. Вот, я с ним лично общался. И очень удивительно интересный человек. Философ мира, его зовут сегодня. Ну, я думаю, что я с ним договорюсь, и он придет к нам на этот самый, на канал. Да? Вот, мы поговорим. Давайте все же, я боюсь, что я не могу не успеть. И человек занят. Давайте я позвоню и попробую поговорить с нашим гостем. Примерно в это время я договорился, что я вам буду звонить. Зовут его Александр. Александр Чубаров. И он занимается как раз-таки... Надеюсь, он выйдет на связь. Алло. Александр. Да, да, здравствуйте. Да, здравствуй, дорогой. Рад приветствовать тебя. Ну, сейчас я веду программу у нас на канале YouTube. Вот, программа называется «Заражение энергоинформационного пространства». Ну, мы вчера, я хотел бы рассказать нашим радиослушателям, мы вчера познакомились, довольно долго мы общались, и это было удивительно интересно. Я надеюсь, что Александр к нам придет в качестве учителя, обучения. Ну вот, давай мы буквально, я знаю, ты занятой человек, расскажем, что такое вот это энергоинформационное пространство, и как бы нам можно было бы защититься вот от воздействия средств массовой информации, которые очень негативные, от воздействия мыслей людей негативных. Я понял. Ну, я так понимаю, что аудитория уже немножко подготовленная, в том смысле, что есть понимание того, что такое тонкие материи, какое-то общее понимание есть, наверное, что такое коллективное, бессознательное. То есть есть так называемый эгрегориальный фон, информационное поле, которое обволакивает нас, можно так сказать. Имеет много разных составляющих, все это влияет на наше сознание, на тонкое восприятие, на чувствительность, на мысли. Это, можно сказать, часть природы, часть природы окружающего мира. Помимо этого, есть еще и тонкоплановое воздействие, так назовем, на уровне человек-человек. То есть способы все воздействия на сознание людей описаны еще сто лет назад, в прошлом веке, такими учеными, как Вехтерев, и Жеснин, что называется. То есть принципы воздействия на сознание через тонкие планы неизвестны давно. Они активно применяются, надо сказать. То есть это даже не на уровне каких-то тонких материй и чего-то абстрактного, чего люди не очень понимают, происходит. Это происходит даже просто за счет технических средств, которые создают тоже люди, чтобы оказывать воздействие на сознание массы. Причем я знаю, что в Штатах, например, существует закон. В Штатах и в некоторых европейских странах тоже есть закон такой, который запрещает воздействие на сознание людей посредством пси-генераторов, так называемых. И очень большая ответственность за это, в общем-то, предполагается. Но, например, в таких странах, как Россия, такого закона нет. То есть там вообще, в принципе, отрицается и существование таких вещей. Ну, это так просто, к сведению. То есть кто хочет, может поинтересоваться и найти информацию об этих вещах. Вот. То есть говорим о том, что находясь в пространстве, в мире, в информационном пространстве, мы на себе испытываем постоянное воздействие информационного поля. Вот. Это и коллективное бессознательное, это и мысли других людей, направленных в нашу сторону, но и наши мысли, которые мы транслируем в общее пространство, и таким образом вносим что-то в коллективное бессознательное, таким образом влияя на других людей тоже. Вот. И, соответственно, если человек не имеет представления об этих процессах, да, и не понимает, как это работает, то, как правило, информация различная, ну, энергия, да, я ее уже называю информацией, она проникает в поле человека бесконтрольно и создает в нем, ну, некий бардак, да, беспорядок. То есть если человек не руководит этим процессом внутренним, если он свою внутреннюю алхимию сознательно не выстраивает и не понимает, это с какими полями он взаимодействует, что они в нем меняют, что они в него привносят, ну, возникают проблемы, вот, что мы часто, в общем-то, и наблюдаем. Тут-то, получается, и психофизические проблемы, да, возникают люди просто, мы болеем начинают расстройство сна и нехватка энергии, и депрессия, и мысли не свои, так называемые, да, когда человек, ну, в общем-то, ну, живет как зомби, так скажем. Вот, и, соответственно, в таком состоянии потенциал человека, ну, используется, ну, не им, так скажем, да, и человек находится, ну, в состоянии таком разряженной батареи. Ну, вот, в целом, ну, наверное, вот так вот это выглядит, в двух словах, если постараться уложить. А что еще нужно уточнить? Задавайте вопросы, Майк. Ну, в принципе, понятно, да, ну, и существуют практики по защите человека, и это практики идут, исходя из, скажем, от него самого, правильно? То есть просто помочь человеку вспомнить, кто он есть, и он обладает этими качествами. Это не просто где-то там кто-то там их придумал, они и есть. Я правильно понимаю, да? Да, да, безусловно. Конечно, есть способы, ну, как сказать, противодействия, можно так назвать, а с другой стороны, это даже не противодействие, а более грамотное, более полное, эффективное и здоровое функционирование своего «я», своего сознания, просто людям нужно научиться, ну, или вспомнить, да, ну, как вспомнить, научиться все-таки, потому что от рождения-то все-таки не умели, руководить своими внутренними процессами прежде всего. То есть практики сознания, энергопрактики, они позволяют в большей степени научиться управлять своим вниманием, своей энергией, потому что там, где внимание, там и энергия. Вот, в дальнейшем научиться анализировать процессы, происходящие внутренние, далее и внешние. Вот, и выстраивая внутренний порядок, вот, человек открывает новые возможности в себе. То, что в народе там экстрасенсорикой называется, и магией, и чудесами там разной степени проявленности. Но это все есть часть природы нашей, то есть это все возможно, вот, но при правильном распределении своих ресурсов, при правильном направлении внимания и при достаточном старании. То есть все это можно в себе развивать. Вот, в дальнейшем, соответственно, если человек, ну, разобрался с саморегуляцией достаточно хорошо, то уже у него получается и во внешнем выстраивать что-то более интересное, то есть менять мир вокруг себя. Вот это здесь мы уже можем говорить о моделировании реальности и прочих вещах. Как вот, например, есть сейчас очень популярная такая тема, ну, я думаю, все уже в курсе, трансерфинг реальности, вот, и о чем у нас учат, да, о том, что вот, типа, мысли материальны, тра-та-та и прочее. Ну, в общем-то, это правда, но по факту, по факту, да, то есть это, ну, как-то сложно реализуемо, потому что люди думают, вот я что-то себе задумал, да, оно как-то не происходит, не реализовывается. Почему? Хотя мысли все-таки материальны, действительно. Но чтобы мысли материализовывались более эффективно, они, во-первых, должны быть конструктивными, то есть как бы согласовываться с миром, то есть морально-нравственная основа должна присутствовать. И должна быть соответствующая личная сила, уровень личной силы должен быть, вот, и энергия. Вот, чтобы это все у нас соответствовало, нужно в большей степени руководить собой. То есть больше руководите собой, более эффективны и точны ваши мысли, более эффективны вы в себе и во внешнем. Вот. Подчеркиваю здесь еще раз, что очень важна морально-нравственная основа, то есть именно вектор направления, куда мы движемся. Если человек согласовывается с природными ритмами и с планетарным эволюционным витком, да, в плане того, что планета смотрит на человека и радуется, да, говорит, хорошо, что вот такой человек живет. То есть он не поразит, он действительно привносит что-то светлое, доброе и позитивное, эволюционное в этот мир. Тогда ему дороги открываются. Если же нет, ну, планета может утилизировать этого человека. Ну, опять же, закон кармы, вы его прекрасно знаете, тоже майбл. Вот. То есть тут я не буду подробно углубляться. Понятно. Понятно. Хорошо. Александр, я благодарю вас. Мы будем, разумеется, общаться еще. Ну, и будем знакомить наших зрителей, наших слушателей. Вот более, может быть, кто захочет предметно, детально, как все уже этому научиться. Еще раз спасибо большое. Хорошо. Хорошо. Благодарю. Благодарю за внимание. До свидания. Хорошего дня. Всего доброго. Взаимно. Пока. Дорогие друзья, ну, вот человек, который не понаслышке об этом знает, это ученик одного очень реализованного человека, и мы с ним тоже будем общаться, вот, который занимался вопросами оборонного, причем обороны в полном смысле этого слова, оборонными вопросами сегодня, просто он, исходя из своего богатого опыта, сегодня он может научить людей, желающих, скажем, зачаститься от этого энергоинформационного заражения. Еще раз повторюсь, те самые вампиры, которые у нас есть, вампиры энергоинформационные эфиры, вампиры, они из нас высасывают энергию. А у них не хватает энергии, у них закрыта эта чакра. И недостаток энергии им, ай, надо как-то все возмещать, верно? Значит, они подсознательно приходят нам и выкачивают. Есть разные виды энергии. Допустим, человек приходит и в момент какой-то вот такой вот, где-то там на трибуне он ему приходит и говорит какую-то вещь, которая полностью выбивает его, сбивает его, в смысле сбивает всего, там что-то вот такое. Даже если этого нет, он что-то такое говорит, и человек сразу как-то вот так вот энергетически сбивается. Это, понимаете, мы все находимся под воздействием планет. Хотим мы этого или не хотим? Считаем ли мы или не считаем? Это так на сегодняшний день. Я имею в виду мы как материальные объекты. И есть энергия этих планет, и они есть такого рода, как раз таки не так и называются, энергетическим вампиризмом, допустим, солнечным, лунным, марсианским и так далее. Ну вот, солнечное, это именно такое. Человек приходит, его просто сбивают с мыслью и так далее. Лунный, говори с человеком, а он начинает жаловаться тебе. Он начинает тебе жаловаться, говорить, как у него плохо, как у него там все. Пожилые люди, им звонишь, спрашиваешь, как дела? Они начинают, у папы было это, у меня было это. Я спрашиваю, как дела? Я спрашиваю, какие, что я не знаю, какие у вас болезни, я не понимаю, в 90 лет, это я про своих родителей. Но так оно и происходит. Дальше что происходит? Ну мы, как, естественно, живые люди, тем более близкие люди, естественно, мы начинаем за них волноваться и переживать. Что они делают? Они собирают, у них энергии там мало, да? Они у нас забирают эту энергию. Ну, хотим или не хотим, да, так это происходит. То есть у нас идет отток энергии. Вот. Это лунный вампиризм. Марсианский вампиризм. Значит, он наоборот. Он приходит и говорит, да ты все, да ты не так делаешь, ты неправильно, ты не так... И начинает тебя обучать, понимаете? Юпитерианский вампиризм не то, что обучается, он говорит, как надо, надо взять, надо тут это самое, бумеранг надо вернуть. У нас есть такие люди. Они же считают, что это персонально все берут на себя. Даже и близко такого нету. Нет, они считают, что они вот виновники персональные. Их надо тут быстро всяклахтюк, так говорится. А юпитерианские, они учат всех. А мы-то не знаем, что лучше. Это вот то самое, с чего началась программа. Да надо помогать, надо людям, надо вот это вот. Надо, надо. Они не знают, они не хотят, они понятен. Нет, надо им тут книги, тут всем закидать, всех книгами, там читайте книги. Вот. Идите, вот. Бхагавадгита у нас есть. Все читайте Бхагавадгиту, там все. Все истинно изложено. Ну, а другой говорит, да никакая Бхагавадгита. Библию читать надо. Вот. Меня человек спрашивает. Майкл, скажите, что бы вы посоветовали по астрологии? Ответ. Не мой ответ, а ответ человека в чате. У него же не спрашивают, да? Нет, он говорит. Библию читает. Вот у нас не спрашивают Геннадия Лобанова, к примеру, да? Он уже сколько раз говорил. Вот он отвечает. Понимаете? Он считает, что он знает, да? Даже если он знает, зачем отвечать? Ну, спрашивает не у Геннадия, спрашивает, в данном случае, к примеру, у меня. Да? Сейчас я вам, Геннадий, попытаюсь, допустим, пояснить, да? Вот. Те, кто должны были умереть, прошли через шок. Это может быть толчком к глобальному изменению человека. Может быть так, может быть не так. Это первое. Дальше. Татьяна, что заложено в вашей матрице, не изменишь. А я вам скажу, изменишь. Я могу доказать, что изменишь. В какой матрице у вас заложено, простите? Что такое матрица для вас? Матрица для вас, Геннадий, это что, человек, материальная составляющая? Да мы же сами энергетические целители. Что значит, заложено в матрице? А если я вам сейчас скажу, что если мы захотим выйти из-под влияния наших материальных законов, то мы выйдем. Такие случаи были. И много таких случаев было. Вы можете летать или нет? Не можете. Вы можете передвинуть предмет? Не можете. Но ведь есть же люди, которые могут. Они вышли, это заложено было в них. Но с помощью неких приемов, с помощью неких учений вышли. Значит, приведу пример. Были ведь люди, которые заглядывали в будущее. Два варианта, кому позволено заглянуть в будущее. Первый вариант, они входят в систему, доведенную сверху. Они входят в систему. Они должны завершить цикл. Их поставили на роль. Они несут роль такую. Вот им сказали так. Они этого не знают. Но им сказали, им дали возможность глядеть туда. Для чего? Для какой-то цели? Как мы это будем использовать? Сейчас я покажу, кстати. Это первое. Второе. Можно заглянуть туда. И там были люди, которые заглядывали. Почему они заглядывали? Почему? Почему им было до ног? Знаете, почему? А потому что мысли у них были чистые, друзья. Почему сегодня не рекомендуется пить из своего сосуда? Да? Ну, знаете, да, что такое? Ирина. Почему? Поэтому, когда Малахов там с экрана говорит, пейте это самое. Это... Сегодня этого делать нельзя. Это прямой путь к получению лейкемии. Почему? Потому что сегодня мысли наши заражены. Мы себя заразили мыслями. Мы должны подготовить себя к чему-то. Мы что, соблюдаем заповеди? Расскажите. Мы что, не бросаем камни другого? Да? Как это? Что? Мы такие... Каждый из нас, глядя в зеркало, даст себе клятву и даст себе слово о том, что да, я такой, я такой весь из себя чистый. Да или нет? Нет, думаю. Потому что нет такого. Нет у нас такого. К сожалению. Вот. Поэтому нам надо сегодня создавать нашу фарму. Нам надо учиться сегодня. И не надо давать направо и налево объяснение и разъяснение. Я уже много раз говорил. Почему я этого не делаю? Я что, разъясняю? Высляю? Я могу научить, безусловно. Но это должны быть люди, которые придут ко мне и попросят мне. Майкл, можете ли вы? Они хотят попросить. Нет, мы их учим. Невзирая на то, что они не хотят этого. Они, может быть, хотели. Есть ли у них качество, чтобы они научились? Вот я поэтому и предлагал, когда давал интервью, делал интервью с этим журналом, да? Я говорил, экзамены должны быть для детей. Условные экзамены. Для детей нет никаких экзаменов. Экзамены на понимание того, кто они есть сегодня. Понимаете? У нас этого нету, к сожалению. Вся информация, которая через нас проходит, вся информация, к ней можно относиться по-разному. Ее можно принимать, можно не принимать, можно отвергать, можно ее ненавидеть. Как угодно, это не имеет значения. Ставьте лайки, ставьте лайки. Какая разница, что это меняет? Вопрос, для чего это все происходит? Вся информация, которая происходит, для чего-то. Я задаю вопрос, я сегодня беседовал с Гординой, да? Льва Сергеевна. Вчера я был с ней. Я ей говорю, ну я знаю, точно знаю. Вот ты послушай, я покажу, я же уже это сделал. Вот объясните мне. В понедельник у нас была программа, обратите внимание. Первые пять минут шло, не презентация, а шло, это было общение президента на сферно-духовно-экологической ассамблеи мира. Академика 19, Академия НО, и так далее. В этой ассамблее мира, в коем представителе я тоже, к счастью, являюсь, это было общение с космонавтами на орбите. Ну, как вы понимаете, не каждому будет разрешено пообщаться с космонавтами, с героями России на орбите. Да? Союзом, точнее. Так дальше. Вот. Вот она с ними общается. И командир корабля, то есть она говорит о новой конституции, на асферной конституции. И командир корабля говорит, это просто невероятно, это же дело мира, космоса, там всего. И вот я смотрю количество просмотров на ютюбе. Знаете сколько? 384. 384 просмотров. То есть, и как оно происходит, и что происходит. Вот это, то, о чем мы говорим, какие-то очень важные вещи, да, как это изменить, оно неинтересно. Людям это неинтересно. Им интересны совсем другие энергии, понимаете, совсем другие темы им интересны. Вот, о чем идет речь. Это пифи и оракулы. Да. Ну, хорошо. Я надеюсь, никто не обижается, да. Значит, тут появилась некоторая дислайка, обижаются, наверное, на то, что я сказал персонально, да. Я могу даже предположить, кто обижается. Не надо. Это ни в пику, ни в чем. Это не противоречие. Это просто корректность общения наше. Это идет речь о энергоинформационном пространстве. Для чего? Это же никому, ни на что не повлияет, никому не повредит. Просто это, значит, человек не понимает, не понимает. Давайте я покажу еще раз картинку, да. Я сейчас объясню, где она, вот она. Значит, давайте я покажу, что здесь написано. Вот я подчеркнул, но не видно, да, наверное. Садху Сандар Сильварач, 2020 год, of preparation for a judgment coming 2021 and beyond. То есть, ну, то, что называется, скажем так, судный день, да. Судный день. Я хочу наполнить, кто не знает, откровение Иоанна Богослова. Откровение Иоанна Богослова. Я потом объясню, для чего это все происходит. То есть, речь идет о, конкретно, это шестая глава книги Апокалипсиса, в которой происходит снятие печати, да, и появление шести всадников. Давайте я уберу это все. Партинку для начала. Шести всадников Апокалипсиса. Четырех, простите. Четырех всадников Апокалипсиса. То есть, каждая печать – это Агницы, да, Агницы. Ну, кто читает, просто еще раз. Не надо читать, кому не интересно. То есть, всадник на белом коне – это первая печать. Вторая печать – всадник на рыжем коне. Третья печать – всадник на вороном коне. И четвертая печать – всадник на бледном коне. Ну, еще раз, это транскрипция такая. Там не несколько по-другому, просто перевод такой, да. Нет понятия «бледный», как в английском языке, к примеру, да. Пятая печать – это, ну, считается, мученики там какие-то вот под жертвенником, да. А шестая печать – это гнев Агница и страшные явления природы. И вот здесь, вот этот пастор, да, который был, значит, он беседует. Ну, пастор он индус, да, индус. Вот, подготовка 2020 год, заметьте, наш год. Подготовка к предстоящему 2021 году. Правильно? То есть у меня есть, скажем так, информация из других совершенно источников. Не сверху, простите. Я не Нострадамус, не собираюсь им становиться. У меня другие функции, будем так говорить, вот здесь пока внутри. Поэтому, значит, ну, эта информация очень и очень важная, и это очень серьезная. 2020 год, и об этом пищарит весь интернет, кто хочет почитать. И тут есть некоторые моменты. Я уже говорил в программе, это все, кстати, астрологические явления, да, астрологические, астрономические явления. И, к примеру, мы знаем, да, есть такое понятие «стеллиум», да, я уже говорил. И вот соединение там в одном знаке планет, и речь идет вначале о козероге, потом будет речь идти об аквариусе, это водолеть, да. Вот, февраль месяц. И вот соединение, и есть две планеты. Две планеты, одна из них Сатурн, вторая, я уже говорил, плотно, я не буду сейчас вдаваться в детали. Но люди, мы, да, если мы будем вести себя неподавающим образом, то своего рода наступит судный день для каждого из нас. И мы попадаем, об этом была воскресная программа, мы попадаем на нижние границы нашей, скажем, системы, нашей системы, строения, ну, нашей, ну, не галактики даже, нашей планетарной системы. И вот там повелитель вот этих вот, скажем, низших миров, это бог Ямарадж, вот, он судья, он судья, это он вершит правосудие. Вот, поэтому мы должны это понимать, и мы это люди. Но мы составляем часть общества, да, какая-то мы, какая-то матрица, к примеру, да. Я очень попрошу вас, Геннадий, пожалуйста, ну, мы же говорили на эту тему, вы мешаете, в данном случае мне, зачем вы ведете дискуссию? Вы можете остановиться, даже если вы читаете знаки и все делаете. Геннадий, ну, сколько же можно повторять? Вы будете на экране, я же вам отдаю такую возможность, вы будете там говорить. Понимаете? Так вот, продолжим. Вот вы как раз отвлекаете, это я как раз об этом и говорил, вот вы сбиваетесь в мысли. Во-первых, я не могу читать вопросы, я же их не вижу после вот этой дискуссии, да. Мне надо все время крутить верхний месяц, это занимает. Так вот, у нас была, создалась ситуация, создалась ситуация, когда, как мы все знаем, особенно вы знаете, друзья, когда ушло в отставку правительства России в полном составе. Правильно? Чего-то вдруг оно ушло в отставку, ни с того ни с сего. Можно это объяснить особой конфигурацией планет, и так оно объясняется, что самое интересное. И можно сейчас проследить, только мы же этого как бы не знаем, да, мы видим постфактум, оно вот ушло, ушло, кто туда смотрит, кто там, что у нас много астрологов. Ну, конечно, нет. И мы не читаем это все. Но если проследить прошлое, то в прошлое можно заглянуть только для одной цели, для того, чтобы выяснить, что может произойти, если мы как-то не будем реагировать. Там же сигналы были, поступали, а мы на них не реагируем. Соответственно, образом будем получать, так сказать, и в будущее. Поэтому люди, которые, допустим, гибнут самолеты, время, и те, которые спасаются, вот то, что вы пишете здесь, спасибо вам, да, Геннадий, что вы решили помолчать, простите. Так вот, время, да, их не пришло. Время их не пришло. Но для них это сигнал. Для них это сигнал. Это не значит, что время не пришло, и они где-то погибнут потом. Есть смысл в этом Final Destinations. Я смотрел это, естественно, да. Сколько там, пять или шесть этих сайтов Final Destinations. Но это же блокбастер голливудский. Я же здесь живой, я же как бы разбираюсь в этих вещах. Есть в этом, да, действительно что-то в этом есть. Просто так оно не бывает. Если мы проанализируем, допустим, я просто не хочу сейчас углубляться в это. Вот Матрицу, да, Матрикс. Вот эти вот три фильма, которые были. Там же глубокий смысл. Там же есть просто такие ассоциации. А сколько до этого было всех фильмов, это же была просто прямая подсказка. Мы на это, как всегда, не реагируем. Мы это постфактум берем и смотрим. Ух, оказывается, это действительно да, было. И поэтому, смотрите, 21 июня будет у нас затмение. Очень powerful, очень серьезное и очень мощное затмение. Я бы вам, ну я просто не хочу сейчас это показывать. Тут много картинок, которые бы я показал. И мы тогда углубимся. Сейчас уже, так сказать, познаваться может быть. У меня только 10.40 утра. У многих уже довольно плотно из-за помощи. Поэтому давайте в другой программе. Но, значит, вот это солнечное затмение, которое произойдет 21 июня 2020 года, ощущается не за три дня до него, а считается за полгода. Вот у нас остается полгода. Начало этого затмения. То есть, локальная вещь, уход с политической арены, допустим, правительства одной страны, другой страны, третьей страны. А как насчет шестой печати? Сейчас время шестой печати подошло, снятия. А что написано в открытии? В библии? Послушайте, это же. А как? Мы не можем это никак, дисфигант, мы не можем это игнорировать. То есть, это уже есть. И мы же это ощущаем, да? Землетрясения, вулканы, наводнения. Они постоянно катаклизмы, погода. Вы что думаете, оно будет очень серьезно меняться? Оно будет очень резко меняться? И мы попадаем. И для чего это все делается? Вот я смотрю, у меня картинка, я не буду ее показывать, но у меня картинка из того источника, который я имею. Вот, картинка, да? Где влияние солнечного затмения. И показана полоса. Там это будет ощущаться очень сильно. Оно уже начало ощущаться. Китай. Китай. Китай, Тайвань, Тайпей. Ну и другие города. Мелко написано Шанхай. То есть, вот эта эпидемия. Ну там змеи, ладно, мы с ними, с этими змеями. Это один из вариантов. Это, так сказать, тоже полувидимая причина. Для многих она вообще невидимая. Ну, для кого-то полувидимая причина. Но ведь на самом деле это все гораздо более серьезнее, гораздо более сложнее. Для чего-то это надо. Мы уже говорили о том, что китайцы, это определенная нация, она для чего-то нужна. Она для чего-то нужна. Естественно, они справятся. В 2013 году уже такое было. Но эти эпидемии, это часть эпидемии. Это маленькая часть. Это, так сказать, начало, это цветочки. Ягодки будут дальше. Вот он пишет о том, что в подготовках этого... Индус, причем тут... Ну хорошо, я понимаю, там наши пасторы, там белые, да. Но Индус же говорит об этом. Садху. Садху это святой считается. Вот. Который будет приходить в 2021 году. То есть, 2020 год это еще промежуточный год. Но как бы начало вот так будет. Вот этот человек, с которым я показал его, с кем я собираюсь общаться, послушайте. Что значит все будет? Я же... Все будет хорошо. Вы представитель Wild1971. Вы представитель кого? Цивилизации? Общества? Планеты? Страны? Все будет хорошо. Кто спорит? Вопрос. Кому хорошо, для кого? Для кого хорошо и для чего хорошо? Значит, все будет хорошо. Не будет войны? Ну, не будет войны. Ну, кто-то же уйдет и будет уходить очень много людей. Вопрос же заключается в другом. С вами все хорошо, дай Бог вам здоровья. А ведь с кем-то же не так хорошо. А мы же на кого-то не обращаем почему-то внимания. Что значит? Это же лозунг. Это звучит лозунг. Все будет хорошо. Мы умеем это делать? Мы умеем защищаться от этого энергоинформационного излучения, энергоинформационного заражения, зомбирования. Мы умеем? Ну, дай Бог, если вы умеете, у вас карма такая. А почему же вы не заботитесь о других? Вот я, допустим, мне хотелось бы, чтобы тут были разные варианты, чтобы люди могли, если кому надо, если вы считаете себя в безопасности, еще раз, флаг в руки и вперед. Позитивные мысли это хорошо, но бывает, что, знаете как, одними позитивными мыслями не спасешься. Бывает такое. Поэтому я лично даю информацию, а вы хотите, пользуйтесь, хотите, хотите учиться, не хотите, не учиться. Год тому назад была программа, сегодня пришло. Я сейчас посмотрел программу, это просто космос, пишет человек. Я хочу к Ольге Викторовне. Пожалуйста, приходите. Год тому назад была программа. Человек наблюдает. Год тому назад она была не готова, а сейчас она готова. Ну и слава Богу. Друзья, вот вы бы обозначили себя. Агрессивная форма осы. Ну, вы понимаете, даже одно вот этот ник, этот название, он уже слишком агрессивный. Вы пишете, зачем вы открыли чат и запрещаете в него писать. Я не запрещаю писать. Вы задаваете вопросы, но вы мешаете, когда вы общаетесь, вы даете информацию, которая пока не нужна. А когда будете вот на арене, тогда и давайте. Это просто корректное поведение. А вы как хотите, так и реагируете. Это же не вопрос. В Москве убили фигуранта трагедии катастрофы малайзийского лайнера. Готовится Гаги, убирает главных свидетелей. Ну, это же часть игры, друзья. Ну, вы же понимаете, это часть игры. И кто это сделал, это же, в принципе, не имеет значения. Потому что мы ничего не можем, к сожалению, изменить в этом плане. Всем нам надо, как бы, а для чего? Ну, кто это сделал? Ну, хорошо, мы узнали, кто это сделал. Дальше что? Что мы с ним будем делать? Посадим в тюрьму? Как? Будем его гнобить? Как? Что мы будем с этим делать? Давайте заботиться о себе. Ну, вот, эта мысль такая. О том, чтобы мы должны понимать, кто и что мы идем. Я вообще никому, кстати, ничего не запрещаю. Сатурн и Плутон. Ну, так об этом же я и говорил. Сатурн и Плутон, да. Все правильно. Китайцы травят, продают отравленные овощи. Только коренные жители этому не верят. Не знаю. Да. Вероятно. Вероятно так. Вероятно так. Ну, что тут можно сделать? Это, к сожалению, часть игры. Куда пропала Полина? Она никуда не пропадала. Просто у нас сейчас много... Ну, у нее тема просто... Мы закончили тему ее пока на этот момент. Тема общения. И по пятницам. По пятницам нет возможности. А она только в пятницу хотела это делать. Вот и все. Так что пока... Чистка информационного поля. Да. Да, своего рода чистка информационного поля. Без вопросов. Так оно и есть. Других вариантов нет. Здесь. Значит, ну, вот если бы это не было на английском, я бы, конечно, поставил. Но в данном случае на английском, тем более, что это не мое, так скажем, я не могу ставиться. Это все так называется копирайт. Но здесь написано очень и очень много каких-то вещей. Ну, к примеру, да? К примеру, для чего нам это знать? Сейчас я отвечу вам. Для чего какую-то информацию надо знать? Ну, вот смотрите. У нас есть цикл, да? Где опасный цикл? Ну, вот. Многие люди даже не знают, что существует затмение, да? А затмение, это солнечное, это планета Раху. Затмение лунное, это планета Кету, да? Как мы общаемся с планетой Кету? Как мы общаемся с планетой Раху? Как они стоят у нас в гороскопе, да? То есть вообще в это время не рекомендуется, к примеру, путешествовать. Правильно? А наш цикл, да, соответствует вот этому непутешествию. Мы это знаем? Нет. У нас по расписанию отпуск. Вот. То есть, вот нам дали рост на работе по расписанию. А то, что наш цикл не соответствует, об этом кто знает? Наш работодатель? Вы понимаете о том, как это глупо? Каждый работодатель, мы сами этого не знаем, но каждый работодатель должен это знать. Я бы составлял график именно с такой точки зрения. График для этого должен быть на предприятии. Было бы неплохо иметь, конечно, астролога. Почему? Это забота о нас, забота о своих работниках. Он заботится о нас? Нет. О чем он заботится? О своем благополучии. Правильно? А что мы ему делаем? Мы ему в этом помогаем. Всеми силами помогаем. А потом с нами что-то происходит, и мы говорим, вот какие мы бедные и несчастные. А если не происходит, говорим, да ничего, все будет нормально, все будет в порядке. Понимаете, как мы себя ведем? Мы себя ведем оторвано от общества, короче говоря. Мы не на общество, мы сами по себе. Мы сами все крутые. Мы сами все, что угодно можем объяснить. Вот и все. То есть, это информация, которая мешает только и всего. Что значит не разрешать? Пожалуйста, пишите. Ну, 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 а если это не так? Люди же пишут, чего они пишут? Ну, то, что они так считают, так это или нет? Кто это сказал? Что-то так. Я не знаю. У меня вопрос. Как вы считаете, стоит ли людям в данный момент не готовы к восприятию некоторой информации говорить всю правду? Так, если вы не готовы к принятию информации, так вам она и не понадобится. Вы напишите в такой глупости, как написала дама одна. Я в своей жизни не слыхал. Если вы не готовы, поставьте дизлайк в конце концов. Не надо ничего писать, вот как делают другие. Правильно делают, кстати, да? Задайте вопрос дополнительный. А говорить правду, ну, какую правду-то? Я вам еще другое скажу. Я как бы не хотел этот вопрос оказаться. Сейчас опять будут люди, которые будут считать о том, что это не так. В средние века, святая инквизиция. Вот расскажите... Не, я не отвлекался, Елена. Я не говорил о том, что я буду рассказывать про солнечное затмение 21-го, 6-го, 20-го года. Оно просто будет, и мы будем ощущать это еще более серьезнее. То есть вот этот коридор затмения 26 декабря и 10 января, солнечная и лунная частично, это уже было, мы уже ощутили, мы уже увидели. Многие вы увидели, друзья, находящиеся, поживающие в России. Где-то я прочитал, оказывается, о том, что Россия и Белоруссия уже объединились. Не знаю, это так или не так, это вы мне скажите. Так? Что-то тут какая-то перепалка идет. Я не знаю, о чем тут идет речь. Как-то друг с другом что-то беседует. То есть, говорить всю правду. Давайте вернемся к этому. А, да, я хотел, да, начал говорить о средних веках. Святая инквизиция. Два слова. Святая инквизиция. Инквизиция однозначно. О чем? Почему на святая вопрос? Ну, почему на святая? Так ее назвали? Кто-нибудь думает, что за этим стоит? Почему на святая вообще-то говорю? То есть, а что было? А мы знаем об этом? Были открыты каналы. Я об этом говорил. Открыты порталы. Соединения с нашими, будем говорить, параллельными реальностями. Низкими мирами. Они полезли, вся эта нечисть полезла наверх. И сейчас я вам расскажу про одного очень известного всем человека. Всем известного. Значит, есть показатели о том, как можно определить по человеку, с какого мира он пришел. В данном контексте это люди, которые имеют не пять пальцев. На ногах, в частности. Почему? Ноги, особенно стопы, то, что вот соединяется, там визитная карточка человека. И перепонки. Перепонки между пальцами. У Сталина было шесть пальцев на ноге. И у него были перепонки. Для чего пришел Сталин? Почему он стал такой фигурой? Откуда он пришел? Вы знаете? Но ведь это показатель. Это описывается. Кто такие пишачие, вы знаете? Это Дима. Кто такие... Ну, много там, будем так говорить. Но они ведь есть. Они всегда были, они есть. Они и сегодня есть. Просто мы их не видим. Наша задача... Наша задача... Получая информацию, правильно, адекватно на нее реагировать. Не надо принимать все близко к сердцу. Во-первых, многие не готовы к этой информации. Не надо. Но если да, тогда мы можем очень серьезно себя защитить. Себя и всех близко. Об этом идет речь. Не надо себя выпячивать, какие мы главные. Я же, так сказать, вот этого мне бы очень не хотелось. Я себя не выпячиваю. Я всего лишь даю информацию. Параллельно реальности, где есть наши двойники, это реальность или это из тонкого мира дубли? Параллельно реальности есть наши двойники. Что такое есть наши двойники? Это реальность? Это реальность, да. Или то... Ну, это можно называть и тонкого мира дубли. Что такое тонкий мир, опять же? Что такое тонкий мир? Как понять, что такое тонкий мир? Как привыкли так называть? Тонкий мир – это тонкий мир, которые там люди, которые ушли, инструментальные транскоммуникации, общение с тонким миром. Вообще, для чего общаться с тонким миром? Вот расскажите. Оно интересно, но вот для чего? Вот объясните. Ну для чего? Всё находится внутри нас. Я уже много раз рассказывал. На Востоке есть люди, которые так и отвечали. Я был со святым, с одним, с группой. И он отвечал. Всё находится внутри нас. Мы можем это... Не надо общаться с том, кем зачем. Мы подвергаемся опасности. Если мы не защищены, то вот этот блокбастер, это белая там, как назывался, безмолвие, да. По-моему, это шум там, где играл. Не Костмер, а... Вспомню. Он же погиб. А погиб почему он погиб? Он умер. Непонятно почему. А откуда мы знаем? Ну это же правда. Оттуда пришли люди. Он искал совсем другое. Он искал свою жену там, допустим, да. А пришли оттуда вот эти вот демоны пришли, которые его, так сказать, убили, да. А выдумать такого не может быть. Элементарно может быть. Мы, чем больше мы будем связываться с этим миром, тем больше мы себя подвергаем опасности туда, вон просто и попасть туда. Я когда говорил о том, что человек, который, допустим, уходит, у него есть главный выход, это вот эта темечка, да, вот туда выход души, да. Но ведь куда люди выходят? Очень многие, бывает, они испражняются в момент смерти. Понимаете? То есть куда они выходят? Через какое отверстие? Понятно, да? Во сне умирают люди. Спокойная смерть, да, очень такая. Человек умирает в невежестве. Он должен умирать в полном сознании и в полном соответствии, в полном соединении со своим божественным началом. Вот тогда он может эволюционировать, в следующий раз проснуться. А если мы думаем там о чем-то непонятном окошке, то так оно и будет, короче говоря. Я щерцовый оживел. Но не приемлемо никакого насилия, сердце, крови, несправедливости этого мира. Жестокость, эмоции, перепонки на руках все же не имеют такого значения. Дело в чем-то другом. Ну, конечно, дело в чем-то другом. Просто это показатель, это, как сказать, отметка, да, вот в паспорте. Вот вы отметка о том, что посмотришь в паспорт, не видя вас, вы в скафандре там, и видишь, женщина, мужчина. Это ваша отметка в паспорте. Вот вы оттуда-то приехали, вы оттуда-то. Вот есть же такое. Вот своего рода, вот так сказать, отметки у него. А насилие, несправедливость, откуда тогда столько людей погибло, а сколько людей было создано, расскажите, да? А что сейчас происходит в Сибири, да? А что там находилось в Сибири, в лагеря, да? Улад там, да? Правильно? Мы же это знаем. А почему не предположить, что это нам вот это вот там, потому что там не видно погубленное, да? И сегодня это всё нам природа именно так это делает. Что делать? Очистить это всё огнём. Огонь – это очистка, вообще-то говоря. Мы это знаем? Тоже нет. К сожалению. Мы поэтому тут пытаемся познакомиться с этим. Это здорово, это замечательно. Пытаемся познакомиться. Ну, кому неинтересно, кто-то смотрит, перематывает, уходит и так далее. Сейчас они слайки ставят. Просто надо к многим вещам относиться очень и очень нейтрально. Елена, что-то вы как-то в другую сторону. Умирать в сознании и в страстных муках и болях лучше для души, чем умереть во сне. Ну, почему? Что значит лучше? Но нет такого понятия лучше или хуже. Просто есть понятие того, почему это происходит. Правильно? И всё это даётся нам для осознания. Ну, как мы били, так мы и получаем. Ну, как по-другому-то? А лучше или хуже – нет понятия. Просто во сне, если люди уходят, они в невежестве уходят. Это так определяется просто сакральные древние тексты. Только и всего. Надо для этого почитать. Ответить очень на такие вопросы можно, но это было бы очень непонятно. То есть надо знать общую концепцию. Однозначно сказать – это сложно. А сейчас рассказывать всю эту концепцию, когда мы тут уже два часа находимся, нет, полтора всего ещё, достаточно тоже сложно. Давайте, друзья, мы закончим нашу трансляцию. Не хотелось бы, чтобы, во-первых, мы находились в позитивных настроениях. Мы друзья с Геннадием. Просто бывают моменты, которые, скажем так, мы можем себя не контролировать. Мы же люди всё-таки. Поэтому вы простите меня, если это было резко. сразу говорю, если это было непонятно, то уже простите. Ну, уж какой есть. Извиняйте, как говорят у нас. У нас будет много интересных всё-таки вещей. Знаете, вот этот вот, напоследок, вот этот очень интересный человек, я с ним беседовал, он говорит по-русски, кстати. Я с ним поздно... Только вот два-три дня там инициатива с ним беседовал, сорок пять минут мы с ним говорили. А потом второй раз, на следующий день мы тоже говорили, но, правда, уже через перевозчика по-английски, поскольку он не такой хороший. И мне было легче по-английски говорить, допустим. И меня он понимал, и отвечали. Но он мне потом сказал, я хочу вас научить, господин Майкл, научить... То есть у каждого человека есть жизненные циклы. Они просчитываются. Это как раз как бы моя... Но я, конечно, не могу сравнить с гениальным математиком, но как бы всё-таки как-то к цифрами я так имею предрасположенность. То есть можно... Он хочет научить, я надеюсь, что он меня научит, скажем, как просчитывать циклы наши. В самом случае я смотрел, где это видео есть, если вы захотите, вы найдёте. А где женщина... Да, Алыс, сто процентов, да. Да, вы правы, конечно. Мучается тело, да. Ну, к сожалению, да. Сейчас, Татьяна. Вот. То есть... Я смотрел, когда человек пишет дату, ну, там ещё некоторые данные есть. Он говорит, номер, паспорт. И потом он составляет, значит, картину и говорит. А она показывает, то есть она заранее составлена все свои веки, эта женщина. И когда там замуж она вышла, и когда там она разбилась, когда второй раз вышла замуж, когда там смерти. и... значит, и оно совпадает. И он говорит, год такой-то, вот это, год такой-то, это, оно следит. Мы следим, мы смотрим. Она заранее это сделала, она показала заранее. Очень интересная вещь. Мне хотелось бы тоже, конечно, этому научиться. То есть, это чистая математика, вообще-то говоря. интересно, да? А, Алекс, для тела во сне умирать, конечно, лучше. Ну, что такое? Ну, мы же не тело, в конце концов. Ну, что значит, для тела умирать во сне лучше? Ну, если мы душа, ну, вы-то знаете эти вещи? Зачем вы тогда это пишете? Вот. То есть, мы же душа, мы же не тело. Тело же оно было, просто мы не помним, то, что нам угодно, это вопрос другой. Но, мы заслужим то, что мы заслужим. Уж простите, такова, так, это самое, концепция. И, вообще-то говоря, она всегда была. Это просто, в пятом веке отменили вот эту инкарнацию, поэтому сегодня это непонятно. Тем более, определенные конфессии трактуют это по-разному, поэтому я понимаю, что, возможно, у вас, ваши конфессии, это так. Майкл, выход один, уходить в групповые сети по интересам. Так или нет? В групповые сети по интересам. Нет, я бы сказал. Почему? Всегда было все централизовано, я уже об этом говорю. Всегда была общность какая-то, целая была, ну, это же называется. Вот сегодня спросишь у человека, какой синоним, все знают слово анализ, какой слово, какой антоним, точнее, какой антоним слова анализ. И очень долго думают, очень мало людей отвечают. Почему? Точно такое же слово. Только это слово всем известно, анализ. А вот противоположное слово известно очень немногим. Вот это лишний показатель того, что сегодня вот это все забыто. Целостность это забыто. Холистичность. Поэтому не надо уходить. В принципе, это называется то, что называется спин-офф, по-английски, да, ответвление. Но оно всегда целое было. Я приводил примеры. Вы-то знаете, мы-то с вами беседуем, уважаемый Владимир Иванович. то есть, смотрите, макдональдс, да, всем известно, макдональдс. То есть, что такое макдональдс? Это совершенно разные центры, находящиеся на всей территории, на разных территориях, в разных там городах, странах и так далее. Но они все объединены одним словом. Они объединены словом макдональдс. Правильно? Это называется франчайз. Вот. Своего рода то, что, в принципе, целостность в Соединенных Штатах, собственно, как и в отражателе всего цивилизованного более-менее мира, да, они используют очень серьезный закон. Потрясающий закон. И в этом надо дать должное так гениальное. Закон, который используется. Я, будучи, имея образование на разных континетах, я очень хорошо умею как раз таки анализировать. Так вот, закон гласит следующее. Отдавая мы получаем. Других вариантов нету. Простите. Нету. Халява? Нет такого халявы. Ну, нет такого понятия. Халява придумана была на определенной территории для того, чтобы получить, получать. Вот это то, чем мы занимаемся. Отдавать надо. Другой вопрос о том, что отдавать надо, смотря, что мы отдаем, конечно, да. Можно все, что угодно, да. Но, в принципе, мы сейчас говорим о знаниях. Мы говорим о душе, правильно? Мы не говорим о теме. Тело реагирует эмоциями, как правило. Мы не учимся двум вещам. Мы не учимся состраданию. состраданию. Это сродни жалости, да, многие считают? Нет, это разные вещи. И мы не учимся смирению. Мы не учимся. А это главные уроки. Вот. Итого, у нас есть что-то целое, у нас есть что-то общее, потом от общего мы идем к частному. Но мы идем к частному, зная целое. Понимаете? Поэтому на Востоке образование идет. Именно таким образом наша главная цель какая? Мы божественная структура. В чем тут тело? Тело входит в это. Соотношение божественного к материальному составляет ну просто это как горчичное зернышко на голове. Вот такая вот вот такая мелочь. Нет, не исследование. Вот мне так до сих пор никто не сказал. Какое антоним слово анализ? Я уже предлагал. Два человека мне назвали его. Без интернета. Без Википедия. Ну, кто-нибудь напоследок вопрос на засыпку. Анализ исследования. Анализ и есть исследования. Я спрашиваю про антоним. Я не спрашиваю про синоним. Время нас учат состраданию и смирению. Независимо от того, хотим мы этого или нет. Нет, не время нас учат. Время нас не учат. У нас время сегодня кальюки. Простите. Сегодня наоборот нам закрывает этот канал. Это мы должны это знать из прошлого взять и делать этого. Что значит время? Синтез, сказала Ирина. Правильно. Синтез. Ну, два человека говорят, что они знают, что такое синтез. Сострадание это понимание. Сострадание это понимание своего рода. Синтез, да, правильно. Так вот сегодня все забыли об этом слове синтез. Синтезировать. Да, мы говорим. К сожалению. Сострадание это понимание. Нет. Сострадание это очень поверхностное. Понимание это поверхностное. Понимание можно сказать понимание другого такого же страждущего человека. Сострадание. Со председателем. Со переживание. Со страдание. Со переживание. Но со переживание не в том плане жалко птичку. Да, а со переживание со страдание того, что мы часть синтеза целостного. Вот в чем дело. Понимаете? Поэтому оттуда надо начинать. Я-то модель такую взял, она 90 лет, я уже объяснял, но я не хочу вдаваться в бизнес, скажем, это объяснение, потому что по-разному воспринимается бизнес, это не деньги, это занятость, это понимание того, где мы и что мы есть, это взаимодействие. У нас работодатель, наш, эмплойер, он сострадает со своему эмплой или со своему работой? Он что? Он смешно, да? Вот ты скажи, ты ему как... Нет, он скажет, зачем мне это надо? У нас так вообще не заменивают людей, нет, я тебя заменю мессиканцем и всё. Иди гуляй на все четыре стола. Какой бы ты ни был гениальным, кому ты тут нужен? Почему? Потому что здесь же поточный метод, это всё для другого, для других целей это занимается. Нет, синтетика это же другое. Ну что, зачем? Корень другой-то, вообще-то говоря. Рядом со всеми нами, да, синтез. Нет, не совсем так. Я же говорю, рассматриваю концепцию, как это было. То есть, всё было... Ну, смотрите, древние времена. Да, древние времена. Но не было стран, не было разделений, ну, не было разделений. Но была одна земля, да? Одна земля. Ведическая концепция, арии, да? То есть, веды, они... Территория, знаете, какая была территория? Территория была невероятная. Где был центр находился? На территории, кстати, России, да? Центр находился. Что самое интересное. Столица была, в Хастинапур, это район, это нынешняя Дели, допустим, район нынешнего Дели, ещё не совсем там. Вот. И там, ну, короче говоря, не было вот такого дробления, разделения и так далее. Не было. Да? Но сегодня это веяние этого времени, этой кали-юги, которая для чего-то надо. И чистка будет земли для блага, для лучшего. Очищение. И люди, те, которые будут уходить, значит, и им не надо. Они вот такие негативные. Вот и всё. Других вариантов нет. Хотим быть, это мы или принимаем, не принимаем. Вся проблема в том, что мы считаем, что мы знаем больше. Всё. По-другому нет. Чем у нас мир руководствуется? Ну, все же понимают, да? Те самые китайцы. Китайцы делятся на две категории. Да? Две категории китайцы делятся. Одна категория людей, которые хотят деньги зарабатывать. Вторая категория, которые хотят быть известными. Да? И причём она большая категория. Мы хотим быть значимыми. Вот мы хотим быть... Для чего они уничтожали, расскажите, манускрипты древние, источники? Для чего? Ну, это факт. Правильно? Почему? Почему они выдают за своё? Почему существует Фэншуй, всем известный, которая китайская система, и все... Почему никто не знает о том, что Васту Шастра – это главная система, она была? Почему не знает? Но они не успели, правда, это уничтожить, но они крутые, они себя раскручивают очень и очень серьёзно. Они себя ставят во главе мира всего. Вот это величие, это величие не работает. В своё время, простите, аналогия с... Ну, не знаю, Ошом, может быть, в какой-то степени аналогия Саиба, Ба, который объявил себя Богом. Но ведь он не являлся Богом. Он был очень могущественным, но Богом он не являлся. Поэтому это пример. Это самое, самое на сегодняшний день... То, чего делать не стоило бы, мы себе вредим. Только и всего. Так считается. Друзья, давайте мы закруглимся, да? Потому что я понимаю, что можно говорить, и, собственно, я могу, и вы будете слушать. Но время. Я благодарю всех, дорогие друзья. Я буду очень рад. А с Эдуардосом мы ещё пообщаемся. Вот. В Латвии представительство. Хотите, сангейтс? Вот, пожалуйста. Я буду рад сотрудничеству. Всего доброго. До новых встреч. У� blows. Отлично. Продолжение следует...